Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дима Рубин. О главных событиях этой недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. День науки отметили в России. Акция «Дарите книги с любовью» приглашает к участию. О русском зарубежье расскажет выставка «До встречи в Париже». А теперь более подробно об этих и других новостях. Проверить свои знания о мире и вспомнить школьную программу – все это можно сделать в День российской науки. Каждый год, 8 февраля, по всей стране проходят тематические мероприятия – лекции и мастер-классы от ведущих ученых и популяризаторов науки. Такая традиция существует уже более 20 лет. Российская Академия Наук появилась еще при Петре I. Именно он в 1724 году положил начало отечественным научным открытиям. За время работы наши ученые успели внести вклад не только в российскую, но и в мировую историю. Все их заслуги и достижения мы ежегодно вспоминаем 8 февраля. В День российской науки по всей стране традиционно проходят тематические мероприятия. Так особую популярность уже успел завоевать проект «Открытая лабораторная». Это образовательно-просветительская акция, в которой принимают участие российские ученые. Каждый желающий может присоединиться к проекту и прослушать курс лекций от знаменитых экспертов или даже принять участие в настоящем научном эксперименте. В этот раз «Открытая лабораторная» проходила в онлайн-режиме. Главная тема года — наука и технология. Рассказывали о новинках в этой сфере астрофизикой член-корреспондент РАН Юрий Ковалёв, а также руководитель научно-образовательного центра биоинженерии в МИСИС Фёдор Сенатов. Особое внимание в День российской науки, конечно, уделяется учёным. Ежегодно лучшие молодые эксперты имеют возможность получить премию президента Российской Федерации в области науки и инноваций. Здесь оценивается вклад в развитие отечественного образования, разработка новых технологий, а также развитие экономической и социальной сферы. Вот действительно в этом году продолжился тренд на междисциплинарный характер исследований. То есть всё больше работы становится на стыке различных наук, получаются прорывные результаты именно на стыке наук. И что очень важно, как мне кажется, что все работы сегодня ориентированы на цели национального развития, на приоритеты научно-технологического развития. В частности, вот если мы говорим о сегодняшних четырёх работах, то все они на самом деле ориентированы на одну из национальных целей, которая звучит как сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Если мы посмотрим внимательно, то каждая из этих работ сфокусирована на этом. Имена лучших молодых учёных стали известны на пресс-конференции в ТАСС. В этот раз награду получили 7 лауреатов, кандидаты биологических и физико-технических наук. Книга как лучший детский подарок. Под таким девизом проходит пятая всероссийская акция «Дарите книги с любовью». На протяжении всей недели детские библиотеки, образовательные учреждения и центры организуют сбор литературы для юных слушателей и гостей. Принять участие в доброй акции можно, даже не выходя из дома. 14 февраля во всём мире отмечают День книгодарения. Этот праздник появился не так давно, но уже успел стать традиционным в некоторых странах. Прежде всего, он призван сохранить практику чтения печатных книг, а также подарить молодому поколению любовь к литературе. При содействии Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению, а также Российской государственной детской библиотеки, в России ежегодно проходит акция «Дарите книги с любовью». В течение всей недели, с 8 по 14 февраля, региональные библиотеки и другие учебные заведения имеют возможность обновить свой книжный фонд. Помогают им в этом участники акции. Мы рассматриваем эту акцию, прежде всего, как передачу различным учреждениям, работающим с детьми. Это и детские библиотеки, это и детские дома, это и школы, интернаты. Много новых хороших книг. Поэтому к этой акции может присоединиться любой учреждение, любой гражданин. Поэтому, собственно говоря, она у нас такая общая российская. Количество желающих принять участие в акции за пять лет успело вырасти в несколько раз. Например, в этом году свои заявки отправили более 2500 организаций. Особую поддержку оказывают крупные издательства и компании. Только от правительства Москвы в этом году в детские библиотеки будут направлены 20 тысяч новых книжных изданий. Это специальные тематические произведения об истории Москвы, культуре, архитектуре и достопримечательностях. В перевозке книг уже традиционно помогает транспортная компания «Деловые линии». Ни один газет, ни одна электронная книга не заменит печатную. По крайней мере, для наших детей. То есть мы должны создать эту альтернативу. И, конечно, то мероприятие, которое приурочено к международному дню книгодарения, который мы знаем, что отмечается 14 февраля. И главная идея проекта – это напомнить именно о том, что книга была и остаётся самым прекрасным подарком. Потому что это очень важно. Для того, чтобы поучаствовать в проекте, нужно посетить интернет-портал «Подари ребёнку книгу». Здесь можно заказать художественную литературу в онлайн-режиме и выбрать региональную библиотеку, которой вы желаете оказать поддержку. В начале 20 века Париж стал своеобразным центром эмиграции. Знаменитые художники и живописцы приезжали сюда, чтобы принимать участие в бесчисленных показах и творческих вечерах. Особое внимание в Европе успели завоевать и представители русского зарубежья. Эмиграция 20 века многим российским деятелям искусства принесла большой успех. Художники, скульпторы, живописцы и писатели стремились во Францию. Именно здесь, в Париже, были все возможности для того, чтобы заявить о своём творчестве и показать всему миру отечественную культуру. Париж 20-х годов прошлого века невозможно представить без русских художников. Зинаида Серебрякова, Константин Коровин, Александр Бенуа и многие другие представители художественного направления успешно присоединились к творческой жизни Европы. Все они регулярно участвовали в парижских выставках, а их работы щедро оценивались премиями. Рассказать об этой истории русской эмиграции решили члены уникального сообщества «Коллекционер-клуб». Все художники, которые оказывались в Европе, они стремились именно к Париже. Привлекало, конечно, и Вена, и Берлин, но главное, чему они могли научиться, это они учились в Париже. Поэтому Париж был в то время, с 20-го по 30-й год прошлого века, он был центром эмиграции русской. И если даже они не оставались в Париже, он был все равно проездным городом, трамплином для них, для их жизни на другом континенте. На выставке представлены более 40 работ российских художников-эмигрантов. Каждая из картин имеет свою историю. Ознакомиться с ней можно в каталоге проекта. Все предметы экспозиции принадлежат участникам арт-клуба «Коллекционер». Это сообщество регулярно поддерживает антикварные события Москвы, а также непрерывно ведет исследовательскую и искусствоведческую деятельность. Посетить выставку «До встречи в Париже» можно до 28 февраля в галерейном центре «Артефакт». 60-летию со дня первого полета человека в космос, наша телерадиокомпания совместно с телестудией «Роскосмоса» рассказывает вам о главных новостях в космической сфере. В этот раз вы узнаете об учебном проекте, который дает возможность исполнить свою давнюю мечту о далеких планетах. Вот так несколько лет усердно получаешь высшее образование, потом защищаешь диплом, выходишь на рынок труда, и твои мечты о высокооплачиваемой работе в сфере быстро разрушаются. Вот только мало кто знает, что получить возможность стажировки с последующим трудоустройством можно еще сидя за партой вуза. И наш герой Николай Ткачев живое этому подтверждение. Мечтой Николая с раннего детства был космос. В 10-м классе он даже накопил на настоящий телескоп. Так началось знакомство с астрономией. А сейчас молодой инженер признается, быстро понял, смотреть на звезды мало, хочется быть полезным. Конечно, было очень интересно впервые посмотреть в таком увеличении на Луну, а телескоп выглядит совершенно иначе. Я быстро понял, что мне неинтересно просто так наблюдать, мне хочется решать какие-то практические задачи. Как-то вдруг пришло в голову, что спутники, на которые я смотрю, и ракеты, которые летают, их же кто-то тоже делает. А почему бы не попробоваться тоже самому? На шестом курсе Бауманки Николай Ткачев узнал о конкурсе профстажировки 2.0. Успешно решил кейс по разработке проекта лунной орбитальной станции-гостиницы и был приглашен на стажировку в Роскосмос. Когда я увидел кейс создания лунной орбитальной станции от НПО имени Лавочкина, я ни секунды не сомневался, чем же я хочу заняться. Оказывается, очень многое совпадает с тем, что я делал на курсовых, на научных работах. Я знаю, что перед нами сейчас вот, собственно, эта модель. Может быть, покажете нам и нашим зрителям, в чем суть вашей разработки. Это орбитальная станция-гостиница. Для того, чтобы космические туристы прилетали туда, наслаждались видами Луны, может быть, какой-то день занимались там. Что мы сейчас видим? Наши туристы прибывают, им надо где-то жить. У нас имеется жилой модуль. До 4-х человек мы можем там разместить. Но так как мы планируем на станцию запускать до 8 человек, нам, соответственно, понадобится второй такой же. Космонавтам также нужно как-то выходить и в открытый космос, чтобы проводить какой-то ремонт, либо просто на прогулке, либо устанавливать какое-то научное оборудование. Для этого нам нужен шлюзовой модуль. Там находится воздух, которым дышат космонавты. Обратная сторона для того, чтобы... Ну и обратная сторона нам нужна для того, чтобы, собственно, доставлять наших туристов с помощью транспортных кораблей. Если бы были космическими туристами, становились бы в такой гостинице? Ну, если бы мне позволяло здоровье и финансы, то, конечно, да. После победы и стажировки Николая пригласили в легендарное конструкторское бюро НПО имени Лавочкина на должность инженера-конструктора. Теперь он принимает участие в разработке аппаратов, предназначенных для исследования Венеры. Естественный спутник сменила далекая планета. Сейчас я работаю на предприятии в проектно-конструкторском отделе. Вхожу в такую команду, которая занимается венерианской программой. Проектируем аппараты, опять же, для доставки, спускаем аппарата на поверхность Венеры с целью изучения и в дальнейшем с целью доставки венерианского урунта на Землю для его всеобъемлющего изучения. Несмотря на эти стереотипы, что когда устраиваешься на работу, говорят, забудь все, чем у тебя учили в университете, нет, все эти знания пригодились в изучении аппаратов. Надеюсь, что когда-нибудь вы у меня будете брать интервью, как у главного конструктора какого-нибудь проекта своего уже. О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, происходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места событий. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин